это губы я снимаю крупным планом снова не снять губы крупным планом кавай да и сук ребята просто вот сейчас будет полная жесть приготовьтесь так горят сегодня делаем гуки рабочего характера как стать топ тянца и виллайки подписки мальдивы ну такое сегодня утро я проснулась буквально минуту назад знаете почему я такая сонная почему все так плохо короче дело в том что перед сном когда я уже спать мне кто-то написал комментарий если тебе маленькие губы тебе нужно их было бы увеличить и я подумала и решила лиса действительно почему вы тебе не подумайте не увеличить свои губы и всю ночь я не спала потому что обдумывала этот момент поэтому сейчас выпьем за ваше здоровье кстати все еще намекают что у меня самый любимый кинг это кинг на дурацкие чашки поэтому давайте сегодня сделаем губы почему бы и не то что терять волос уже все равно нету москов тоже нету ну да можно сделать хотя бы губы будут губы и будут писать ну хотя бы у тебя теперь эти губы маленький губа шлёп я у мамы губа шлёп перед тем как заниматься таким важным образом привести козлины козли на умывание крем берем не спрашивайте что я делаю и что за белая жидкость сейчас растекаете по моему лицу он после этой фразы шлепки звучат особенно неприлично блин на заднем фоне сыраешь нужно закручивать что ж макияж я сделала теперь мы с вами будем экспериментировать с губами что же пойдемте делать наращивание губ ну а почему бы и не сделать это губы я их снимаю крупным планом чтобы не снять губы крупным планом теперь вы знаете каково это целоваться со мной ой наверно что вы этого хотели я я не хотела слова тех кто не хотела словать не имеете ввиду просто знаете это я не делаю косплея на джунька тех кто мог подумать это просто заколочки увеличение губ девочки способ номер один нам понадобится для первого способа консилер девочки пудра чтобы все это фиксировать карандаш потемнее и помадка посветлее пафосный подсъем средств которые мы будем пользоваться очень пафосно смотрите здесь бренды также не бренды недавно я делаю проверку салона красоты и конечно же после этого я захотела средств эти ногти дома конечно как обычно пожалуйста ненавидьте меня я так себя ненавижу мне хватит ненависти в моей жизни и просто посмотрите на эту красавца огромный слой геля к сожалению из-за того что здесь черный создается некая иллюзия что все не так плохо но надеюсь вы понимаете насколько большой слой лака пилила я это много пилила часа два потом поняла что эти пилить уже не буду пусть сами отпадают выглядит ужасно но вот так вот выглядит маникюр за 4000 рублей если вдруг кто не знал шап номер один берем наш консилер и консилируем наши внешние волки растушевываем водные фиксируем карандаш потемнее делаем из себя куколу брат кстати кого выбрать вы читаете брат или барбу у меня в детстве была брать мне нравился магазин сифора не знала что сифора это сифора и я читала его как сап хора и я свой любимый брат звала сап хора не знаю чем это инфа на проследить не вот что я вам расскажу в этом видео такие интересные факты обо мне расскажу вам дальше расскажу вам тайно покрытая сми рака на тему моих губок на конечные они меняли свои но сначала адресу эту штуку ой я брязалась как вы еще думаете у меня свои губы или нарощенные можем и про такие интимные подробности поговорить а я пока делаю из себя я даже не знаю кого губки то уже рабочие такие получаются рабочего характера губки девы берем помадку посветлее и горим прямо в центре нашей губы отсюда вот сюда вот сюда нет и смотри Ох, мой ужин. У меня какие-то чики, которые в инстаграме собирают много лайков. Подписывайтесь на инстаграм, пожалуйста. Что? Фу! Узасно. Блэ. Для способа номер два нам понадобится с вами карандашик для брогей. Знаете, такой вот с растушевочной штучкой. Вот такой вот тон. Еще, конечно же, блеск для губ. Вот этот способ вообще мне очень понравился. Мне кажется, он максимально норм. Рисуем линию прям по уровню наших губ. То есть вот здесь. Растушевываем получившиеся усы. Конечно, в своей жизни я делала губы суммарно, ну, наверное, раз в два в своей жизни. Мои губы были изначально меньше. А стали такие? И прикол в том, что гель, типа, говорят, рассасывается. Но на самом деле, ни хрена, он не рассасывается. Сразу после гелоранки они были больше. Хотя я очень мало делала. Типа, я делала, по-моему, даже не один шприц, а меньше шприца. Мне нужно было просто, чтобы они были более объемные. Потому что форма у меня всегда была норм. Все равно это до конца никогда не уходит. Поэтому, если вы хотите сделать все губы, просто имейте в виду, что это все равно никуда не денется. Почему никуда не денется? Сейчас расскажу, подождите. Типа, если вам говорят в салоне, что вот вы сделаете губы, и они у вас потом вернутся вот в исходное состояние, это вранье. Вот это просто вранье. Если вы мне не верите, лучше верьте мне, потому что это просто правда. Я думаю, те, кто делал себе губы, могут это подтвердить. Ну, те, кто их когда-то однажды сделал, а потом не делал. И да, я говорю про белороновую кислоту, а не про какую-то мега-хрень. Блин, стоп, удобные тут люди, которые сейчас оскорбятся, но даже так когда-то делал губы. Берем блеск и мажем. Честно, этот способ мне нравится больше, чем первый, потому что выглядит естественно. В принципе, реально это выглядит не так кренжало, как тот вариант, и его реально кажется больше. Что вы думаете? Тон-тон-тон-тон-тон-тон-тон-тон-тон. Кринь, сейчас знаю. Кринь говорит кринь. Знаешь, но не делаешь. Сейчас будет самый странный лайфхак. Нет, ладно, самый странный будет тогда, когда я обмажусь грязным перцем, потому что есть такой способ. Берешь что-нибудь остренькое, мажешь себе на губки и вымираешь. А я купила недавно самый острый перец в мире. Самый-самый острый соус в мире. Корейский, он просто убывающий. Не, повторяйте, дома. Далее этого способа понадобится клея для ресниц и отчаянность. Меня зовут Богдан. Я мамкин хулиган. У меня есть самокат. И на компе Майнкрафт. У меня есть друзья. Пока я сижу в этой замечательной позе, расскажу вам историю. Короче, когда вы делаете губы, вам протыкают их иглами, потому что так это работает. И зато в том, что вам делают не как укол, знаете, когда-то у врача, типа, чпонька-теребонька сразу вылетела. А вот такой нормальный укол, еще там, типа, мягкая игла, которая просто бродит ваши губы вниз, наверх, куда угодно, чтобы распределить гель. И, типа, смысл в том, что даже когда полностью гель уходит, если он вообще полностью уходит, там остается фиброз. То есть внутренний, как бы, шрам. И за счет того, что внутренний шрам остается, ваши губы уже никогда не вернутся в исходное состояние. Как бы, ну, то есть вернутся более-менее в то, что было, но они никогда не будут один в один. Типа, у меня сейчас губы полностью мои нейтральные, но они отличаются от того, с чем я была рождена, понимаете? Вот. Вы понимаете, да, о чем я? Что нам сейчас предстоит? Какой трэш? Короче, вы сейчас сразу умрете, я очень надеюсь, что нет. Короче, ребят, просто вот сейчас будет полная жесть. Приготовьтесь. Сразу говорю впечатлительное, отходит от экрана, потому что... Что за ужас? Почему я так плохо дождиется? Не могу, мне больно. Мне не больно, я сильно террую. Нет, я у меня не держу, но реально так приклеилась. Говорю, кошмар. Я сейчас умру, реально. Ну что, по сексим? Блин, почему такое лицо, как будто я ела невероятной коричневой субстанцией? Блин, это просто кошмар. О боже, это выглядит ужасно. Что с моим губами стало? Я просто получила только что моральную травму, когда я увидела вот это лицо. Оно меня напугало. Ну что, мои сладкие малыши, пойдемте, короче, убьем мои губы. Все. Я очень об этом пожалею. Потому что я вам отвечаю. Вот эта вот штука, это очень остро. Надеюсь, не будет ожога. Покруте хорошо. Все еще терплю, но я думаю, вы уже видите, что вы уже красные, терпеть не так приятно. У меня низкий болевой порог, у меня высокий болевой порог, у меня высокий болевой порог. Я все еще не понимаю, посмотри, у меня или низкий, ну, типа, когда тебе вообще не больно. Все нормально, все нормально, все нормально, все нормально, все нормально, все нормально. Все хорошо. Ужасно. Господи, они реально распухают. Очень плохо. Было очень тупо. Все, все, видео, видео, видео. Нет, 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 было очень тупо. Они реально раскраснели, они распухли. Я не знаю, их нужно вообще, наверное, молоком смывать. Почему у меня комбатки на раку? Ушит, ушит. Они так горят. Они красные, не потому что я красной помадой намазу. Видите, все. Это просто пипец. Губам кошмар. Смотрите, оно все краснеет вообще вокруг везде. Посмотрите, какие они здоровые и красные стали. Это жесть. Это еще хуже, чем от клея. Я очень терпеливый человек, ребят. Очень. Но это... Если кто-то додумается сделать это после моего видео, он дурак просто. По-другому не скажу. Так горят. Мне кажется, если приложить к ним красный, там 40 будет. Не накачивайте, губы не надо. Если хотите, то делайте. Но сначала проверьте. Один из этих трех способов, он в принципе норм. Любой, кроме этого. Кофе. Может быть, кофе спасет меня. Не повторяйте этого дома.